Мои секретики ухода за волосами. Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. В этом видео мы рассмотрим множество факторов, которые позволяют мне иметь то, что я имею. И начать я хочу с того, что лично я считаю, что большинство девочек, девушек и женщин в нашей стране имеют гораздо больший потенциал волос, чем носят на голове. Как так происходит? Неправильная осанка, неправильный уход, плохая вода, недостаточное питание, неправильное расчесывание, эксперименты с волосами, которые влияют на корни. И в итоге вместо роскошной копны имеем жидкий хвостик. А кто в этом виноват? Конечно я, потому что я все еще не рассказала вам свои секреты. И давайте начнем по порядку. Самое главное это осанка, спина и шея. Почему? Как это вообще связано? Все очень просто. Если у вас нарушено кровоснабжение, то до кожи головы доходит недостаточно питательных веществ. От этого портится все. И скорость смышления, и внешний вид кожи, и густота волос. Поэтому распрямили спинку и следим за состоянием своего организма. Второе это фильтр на душ. Вода в городах настолько ужасная, что только от нее могут выпадать волосы клочьями. Я, например, по выпадению своих волос понимаю, когда наш фильтр на воду пришел в негодность. Его приходится менять регулярно. Особенно остро проблема стоит в межсезонье. Весной и осенью самая ужасная вода. Спинку выпрямили, фильтр на воду купили. Что еще лишает нас волос? Вредные привычки, нервы, недостаток витаминов и питательных микроэлементов. Ну ладно, с этим вы разберетесь без меня. Но для многих девушек, девочек и женщин главным врагом густоты волос становится расческа. А точнее, очень-очень-очень-очень агрессивное расчесывание. То, что можно вырвать и обломать. Заодно агрессивное расчесывание будет расти месяцами, годами. А оно вам нужно? А расчесываетесь-то вы каждый день? Прям даже страшно. Так как правильно расчесываться-то? Во-первых, мы выбираем расческу с гладкими зубчиками. Зубчик не должен снимать стружку с вашего волоса. Это принципиально важно. Зубчики не должны сами запутывать ваши волосы. Это тоже принципиально важно. Дальше. Мы берем волосы и с самых-самых кончиков начинаем расчесывать. И продвигаемся вверх буквально по одному сантиметру. Если где-то волосы запутаны и расческа легко не проходит, поливаем это место специальным средством для облегчения расчесывания. Они есть даже очень бюджетные. Ждем немного, когда средство пропитает волосы, они станут более упругими. Тогда узелки сами собой начнут распрямляться. И все, вы легко прочешите это место. Если есть прям колтун, который очень тяжело расчесать, то вы начните с того, что просто его поглаживаете. Залили средством для облегчения расчесывания, или даже можно кондиционером для волосы потом волосы помыть. И аккуратненько расчесочкой начинаете гладить, только слегка к нему прикасаясь. Фактически, корнями вы вообще не должны чувствовать, что вы делаете расческой. Максимум легкий приятный массаж от того, что вы чуть-чуть шевелите волосы. Но ни в коем случае ни боль, ни выдирание с клоками кожи. Почему теме аккуратного расчесывания я посвятила столько времени? Потому что это невероятно важно. Это 90% ухода за вашими волосами. Если вы тратите на волосы сотни тысяч рублей, но при этом неправильно их расчесываете, ваши волосы все равно будут жидкой поклей. Это факт. Дальше. Правильная и достаточная очистка волос. Мы читаем в интернете кучу лайфхаков, которые говорят, мы наносим шампунь только на кожу головы, а по длине волос просто смываем все пеной. Но извините, я на свои волосы наношу стайлинговые ухаживающие средства с силиконами. Силикон имеет свойство накапливаться в волосах. Сначала это волосы украшает, потом при излишнем накапливании разрушает. А также, извините, вы знаете, какая в Москве экология? Вы знаете, сколько копоти, грязи, выхлопных газов, пыли, тяжелых металлов, в конце концов, в воздухе. И все это впитывается в наши волосы. И вы думаете, те 5 секунд, что пена проскочила по вашим волосам, достаточно, чтобы эти загрязнения вымыть из волос? Вот это оптимизм! Поэтому волосы необходимо регулярно мыть специальным шампунем для глубокой очистки волос. И не только кожу головы. Кстати, вот ее как раз можно помыть щадящим увлажняющим шампунчиком, а длину, в которую накапливается бяка-бячная, вот надо промывать очень тщательно. Поэтому шампуней у меня несколько. В первую очередь, конечно, шампунь для глубокой очистки волос. Я его использую не регулярно, а по надобности. Самая главная надобность, перед тем, как использовать очень питательную маску для волос. Потому что, если ты что-то хочешь положить в сейф ценное, надо сначала все неценное оттуда убрать. Надеюсь, вы поняли мою аналогию, и я к ней еще вернусь. Второй увлажняющий шампунь, который я использую регулярно. И третий шампунь, очень щадящий, успокаивающий кожу головы на случай, если я носила тугую прическу или вообще чувствую какой-то дискомфорт на коже головы. Тогда я стараюсь не перегружать кожу, а максимально деликатно ее очистить. Так что в обычной жизни у меня три шампуня. Если бы бренд Аравия заплатил мне за рекламу, я бы рассказала, что все мои любимые шампуни от Аравии. Но они мне не заплатили, поэтому это останется для вас секретом. Дальше огромная ошибка, которую совершают многие женщины в уходе за волосами. Это считать, что бальзам для волос и маска для волос взаимозаменяемые продукты. Нет, это абсолютно не так. Вы помыли голову, вы распушили кутикулу волоса, сделали его пористым. Потом вы наносите маску, маска впитывается в волосы. Потом вы смываете маску и наносите кондиционер. И кондиционер закрывает чешуйки волоса. Мы открыли сейф, положили в него ценность, закрыли сейф. А что делают многие женщины себе во вред? Исключают что-то одно, считая, что два средства слишком много. Используют или маску, при этом не закрывая часто кутикулу волосы. Их волосы остаются более пористыми и уязвимыми, чем могли бы быть с бальзамом. Или даже используют бальзам перед маской. Это тоже не очень логично, но весьма распространено. Так, надо закрепить. Сначала шампунь. Я предпочитаю промывать волосы на два раза. Мне кажется, это действительно улучшает объем волос. На втором месте маска. И на третьем месте бальзам для ополаскивания. Вы можете не пользоваться маской регулярно. Но каждый раз, когда вы моете волосы, очень рекомендую пользоваться бальзамом. Даже самый дешевенький бальзам будет лучше, чем полное его отсутствие. Так, мы помыли волосы. Мы такие шикарные. Волосы я очень мягко отжимаю ладонями. Не кручу, ничего не делаю. Просто немножечко сжимаю ладонями. И обязательно после мытья надеваю специальный тюрбан из микрофибры. Микрофибра отводит лишнюю влагу от волос. Достаточно походить минут пять в таком колпачке. И лично мои волосы после этого самостоятельно высыхают минут за двадцать. До того, как я познакомилась с такими специальными приспособлениями из микрофибры, я могла провести с мокрыми волосами всю ночь. И утром бы мои волосы были все еще влажными. Поэтому тюрбан из микрофибры офигеть как улучшил мою жизнь. Дальше. Стоит ли пользоваться феном? У меня есть два ответа на этот вопрос. Первый. Если у вас маломощный фен, и вы им очень-очень долго сушите волосы, при этом на горячей температуре, потому что она не регулируется и никак не исправляется, не измеряется, то да, ваш фен очень портит ваши волосы. Но если у вас мощный фен, который сушит волосы за пару минут, и имеет датчики, которые регулируют температуру нагрева, то ваши волосы будут становиться от этого лучше. И помните, что даже феном необходимо сушить с термозащитой. Почему кожа головы не любит, когда она долго мокрая? Все очень просто. Долгий контакт с водой разрушает гидролипидный слой. И ваша кожа, на которой очень много сальных желез, реагирует на это, как на сильное иссушение. И что она делает для самозащиты? Правильно! Она выпускает кучу себума. И в итоге ты помыла недавно голову, походила с мокрой головой. Не прошло и дня, как твоя голова стала супер жирной. А все потому, что твоя кожа головы защищалась от этой воды, которую ты не просушила сразу. Слышала, некоторые говорят, что если долго не мыть голову, то она потом меньше жирнится. А это бред. Таким образом ты можешь завести себе кожное заболевание, поэтому так делать нельзя. И если твоя кожа головы очень быстро жирнится, то тебе надо сделать две вещи. Лучше сушить кожу головы и увлажнять ее. Да, представляешь? Парадокс. Ну да, тебе нельзя допускать, чтобы твоя кожа головы раскисала, размокала, но при этом пользоваться увлажняющим уходом, который восстанавливает гидролипидный слой на твоей коже. Есть специальные средства для скальпа, для кожи головы, которые увлажняют не волосы, а кожу. И вот такие средства чаще всего помогают коже успокоиться и не пытаться выбрасывать 3 кг кожного сала. Кстати, тебе не кажется, что было бы справедливее, если повышенная жирность кожи головы и лица брала жир с ляшек? Почему от этого не худеют? Было бы классно. Новый. Едем дальше. Когда я была помладше, я смотрела на модели и на фотографии. Актриса думала, боже, как им повезло, какие у них шикарные волосы, почему у меня сток сена. Оказалось, что это все укладка. Каждый раз, когда мне говорят, какие у меня восхитительные волосы, как щедра была со мной природа, я знаю, что моя природа это он. Горячий стайлер для волос. Обычно я полностью просушиваю кожу головы и наполовину высушиваю волосы и дотягиваю их фен-щеткой, которая сильнее греется, но зато классно вытягивает волосы. Или досушиваю волосы полностью и укладываю их на горячую плойку. Без этих двух друзей да вы меня от стога сена не отличите. Напомним обязательно про термозащиту, о ней вообще забывать нельзя никогда. Так, что там у нас еще из секретиков? Крем для волос. Что мы делаем с кремом для волос? Мы видим, что наши волосы где-то плохо лежат, укладываем в этом месте их кремушком, потом крем высыхает и волосы выглядят чистыми, но при этом лежат в послушной форме. Плюс можно наносить на кончики, если они жесткие. Расчесывать с ним тоже можно. Наносить перед горячей укладкой, но обязательно просушивать, потому что это средство с термозащитой. В общем, средство незаменимое. Крем для волос это прям дышь для наших волос, плёточка, которая заставляет их быть послушными. Дальше. Текстурирующие средства для волос. Когда мы смотрим на яркие, выраженные пряди или локоны у моделей, знаете, что весь секрет в текстурирующих средствах, пастах, спреях и так далее. Именно текстурирующие средства делают из волос моделей волосы моделей. А не вот это всё. Ну и, конечно, если объёма недостаточно, то помогает сухой шампунь. У меня, например, сухой шампунь паста. Что ещё из секретиков у меня осталось? Вовремя обрезать кончики. А в обрезании кончиков самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое важное, что вообще только может быть, это использовать супер острый инструмент. Вы, может быть, знаете способ, когда мы берём прядку, сворачиваем её в жгут и обрезаем все эти кончики, которые торчат. Многие девушки берут для этого обычные бытовые ножницы, маникюрные, полутупые ножнички и так далее. И начинают с их помощью мучить свои кончики. А потом удивляются, почему у них через неделю, через полторы, в два раза больше секущихся кончиков. А всё просто, потому что кончик надо очень чётко и ровно срезать. И ни в коем случае не расплющивать. Если вы растёрли, расплющили свой кончик плохим инструментом, то он с гигантской скоростью начнёт терять влагу и сечься, сечься, сечься. Мне жалко ваши волосы. Не делайте так, пожалуйста. Ради меня. Ну и последний совет, который я могу дать, относитесь к жёсткому стайлингу, так же как к макияжу. Как вы не ложитесь спать в макияже? Я же надеюсь, вы не ложитесь спать в макияже, правда? Так мы не ложимся спать, когда у нас полная голова стайлинга и волосы жёсткие, как каска. Всё это лучше смыть заранее. Пиши в комментариях свои любимые средства для волос. Заходи читать комментарии, потому что я уверена, что там будет море всего полезного. И помни, что я люблю тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!